Второе историческое событие, в честь которого мы сегодня с вами собрались, чтобы отметить 65-ю годовщину образования Китайской Народной Республики, 65-ю годовщину установления дипломатических отношений, которое произошло на второй день после образования Китайской Народной Республики, и 65-ю годовщину общества Китайско-Российской Дружбы, а тогда было это общество Китайско-Советской Дружбы. Оно возникло на пятый день после образования Китайской Народной Республики. Сергей Леонидович в это время был генеральным консулом Советского Союза в Байпине, так тогда назывался Бекин, и именно через Сергея Леонидовича Советское правительство было переговоры с товарищем правительством Китайской Народной Республики об установлении дипломатических отношений. Именно Сергей Леонидович лично передал телеграмму Советского правительства тогдашнему, только что назначенному премьеру Государственного совета Джоан Лаев заявление Советского правительства о признании Китайской Народной Республики, признании с ней, установлении с ней дипломатических отношений. Сергей Леонидович и участвовал в торжественном собрании общественности Китая, Пекина, тогда был еще в Байпина, тогда образовывался общество Китайско-Советской Дружбы. Позвольте предоставить слово для воспоминания нашему дорогому почетному председателю Сергею Леонидовичу. Пожалуйста, Сергей Леонидович. Он будет вести собрание. Спасибо, Михаил Леонидович. Уважаемые друзья, российские и китайские, И сегодня мы отмечаем сразу же три памятных даты, все они относятся к 65-му году. То есть 65 лет тому назад, к тому времени. И, конечно, в памяти многое ушло, но эти три события, Разглашение Китайской Народной Республики, Признание этого нового государства на китайской земле с нашей страной, И создание в Китае общества Дружбы с народами нашей страны, Эти три события, конечно, навсегда остались в моей памяти, Несмотря на то, что прошло уже 65 лет. Конечно, сегодняшний Китай мало чем, так сказать, напоминает тот Китай, В котором мне приходилось работать еще в Синьцзяне, в Чунгцине, в Бейпине. Сейчас это могучая держава всемирного масштаба. Но в памяти все-таки остались события очень яркие. Победа длительной национально-освободительной борьбы китайского народа Увенчалась победой. И в знак этой победы 1 октября на площади Тянаньмэнь в Пекине Прозвучали 28 орудийных залпов. По числу лет, когда Коммунистическая партия Китая Начиная с 1921 года Вела неустанную борьбу за освобождение Китая От гнета феодальной бюрократии и иностранного империализма. Конечно, эта борьба была нелегкой, была героической, полна трудностей и тягот. Но китайский народ нашел в себе силы, чтобы под руководством Коммунистической партии Победить все старое, феодальное, чиновничье, полуколониальное прошлое И вывести народ на светлый путь, превратив Китай в одну из самых передовых стран современного мира. Вы все это хорошо знаете, но вот, возвращаясь к событиям 65-летней давности Хочется напомнить, что три крупных стратегических операции Народно-революционной армии Это Ляушенская, Пинзинская и Хуайхайская Они привели к полной победе над Гамильданом, над его войсками И послужили основой для создания нового государства. 1 октября рано утром на вокзал, который был расположен Не знаю, есть ли он сейчас или нет, у ворот Цяньмэнь В самом центре города Бейпина тогда Подходил состав поезд из Цяньзина В котором прибыла для участия в инаугурации нового китайского государства Представительная делегация общественности, культурных кругов нашей страны Возглавлял делегацию известный писатель Фадеев, дальневосточник Его заместителем был также известный писатель Константин Симонов В составе делегации были выдающиеся деятели российской науки, образования, культуры И это весьма знаменательно, что рождение Китайской народной республики Народ нашей страны приветствовал своими яркими представителями нашей интеллигенции Представителями нашей культуры И то, что мы сегодня отмечаем 65-летие этих событий Оно весьма символично Потому что наши связи в области культуры, искусства, литературы Они за эти 65 лет развивались очень активно и продолжают развиваться Так вот, рано утром к вокзалу на площади Цяньмэнь Подъехал поезд из Циньдина Из которого должны были выйти участники вот этой делегации На вокзале, куда мы прибыли, мы обратили внимание на группу военных Которые бережно окружали человека в черном френче Ко мне подошел помощник Джо Лая, с которым я был раньше знаком И сказал, что председатель Джо в течение трех с лишним суток не спал Руководя работы Всекитайского политической консультативной конференции Которая приняла нормативные акты о создании нового государства на китайской земле Поэтому вы извините, вот как только поезд подошел Мы его разбудим И действительно Джо Лай подошел к нам И вошел в вагон, где приветствовал Фадеева, Симонова Проявив заботу о размещении этой делегации И уже через несколько часов, когда началась торжественная церемония на площади Тянь-Аймэнь Джо Лай был на трибуне вместе с Мао Цзэдуном, Лю Шау Ци Представителями демократических партий И участвовал в этой величественной церемонии По разрушению Китайской Народной Республики Я был приглашен на эту церемонию И стоял внизу под самых ворот Тянь-Аймэнь В то время как основная делегация вся была расположена по ту сторону Чананзе Где находились представители китайской общественности Жители города И огромное количество людей Собравшихся на эту величественную церемонию Кратко открыл собрание Ним Бо Сюй Один из ветеранов революционного движения Участник борьбы с союзом освобождения Китая Туманхуя под руководством Суни Ацена И предоставил слово Мао Цзэдуну Мао Цзэдун зачитал декларацию О поразглашении Китайской Народной Республики Нажал кнопку электрического какого-то устройства И на площади Тянь-Аймэнь торжественно поднялся пятизвездный флаг Китайской Народной Республики Большая звезда в окружении четырех звезд поменьше Символизировавших на польщиклад, христианство, мелкое буржуазие, национальное буржуазие А большая звезда символизировала коммунистическую партию Китая В честь 28-летней борьбы которой за освобождение китайского народа Подзвучал салют из 28 залпов После этой величественной церемонии Которой на площади, на церемонии Тянь-Аймэнь Присутствовали все члены Центрального народного правительства Которые были накануне избраны на политической консультативной конференции Представители всех демократических партий Которые участвовали в едином фронте борьбы с реакцией И это торжественная церемония Она вызвала всеобщее ликование Как присутствовавших у самой трибуны Здесь кроме меня находились делегаты Съезда профсоюзов стран Азии и Океании Которые завершили свою работу как раз накануне Разложения китайской народной республики И руководители делегации этих стран Также были на древненно сколоченной трибуне Деревянной небольшой трехступенчатой У самого подножия величественной трибуны На которой стояли руководители народного Китая Прошла блестящая демонстрация Вооруженных сил Народно-освободительной армии Проехали моторизованные части На захваченных в плену Захваченных трофеями у гомендановских войск Американские машины Артиллерия прошла также В захваченных боях с гомендановцами Кавалерия и прошла пехота Прошли бойцы вот этих знаменитых Ляушенской и Пензинской военных операций А Хуайхайская статистическая операция По освобождению Нанкина и Шанхая Еще продолжала развиваться дальше на юг После военного парада Началась демонстрация Турлящихся Пекина С огромным энтузиазмом люди шли По площади Тяньаньмы Нескончаемым потоком И в завершении всего Была устроена первая Первый салют На площади Тяньаньмы Знак великой победы Китайского народа В это время ко мне подошел Помощник Джо Эрлая Хан Чи Впоследствии посол Народного Китая Соединенных Штатов Америки Тогда он был молодой человек И мой ровесник Я тоже был тогда еще молодым В 31-го года Генеральным консулом в Пекине И сказал мне Чтобы я не уезжал Из генерального консульства На прием Который устраивала Народная правительство Китая В честь основания Китайской народной республики В расположенном Неподалеку Бензинфандянь Гостинице Пекин Прежде чем Не получите От правительства Какую-то срочную бумагу Я приехал В генеральное консульство После окончания демонстрации Предупринял жену Чтобы она Оделась На прием Вечерний И ждала Когда я освобожусь И вскоре Подъехал Канчюй И привез Письмо Джо Эрлая В котором он извещал О том Что сегодня Собдано Центральное народное правительство Китая Которая обращается Ко всем Дружеским странам С просьбой О признании Народного правительства Я срочно В присутствии Ганчюя Перевел На русский язык Текст этого письма Вызвал Сатурника Отдал ему Для срочной посылки Этой телеграммы В Москву Вместе с Ханчюем Мы отметили Небольшой Тост За Великое Торжество Разглашения Народной Республики И С женой Мы поехали На этот прием Рано Это был Очень Такой день Полон Таких ярких Незабываемых Впечатлений И Естественно Вернувшись С приема Так сказать Мы долго Не могли уснуть И Наконец Когда уснули Вдруг Утром Рано По-моему Пол восьмого Или около восьми Меня Вудил Ночной дежурный По генеральному консульту Который Сказал Что ночью Он слушал Московское радио И слушал Мою фамилию Я говорю Володя Ты наверное После дежурства Устал Отдохни Я тоже хочу Еще подспать Нет Нет Я точно верю Своим ушам По радио Назвали вас А действительно Оказалось Что Текст этой телеграммы С просьбой О признании Народного Китая Был напечатан Попал в Москву Вовремя К выходу Свет Центральных газет И попал Этот текст Письма Попал на радио И попал во все газеты И На следующий же день За подписью Первого заместителя Министры Национальных дел Гармэга Пришел ответ Советского правительства С заявлением О признании Китайской народной республики Наша страна была первая Кто признал Великую победу Китайского народа В этот же день Вечером я получил Телеграмму О том, что я назначаюсь В поверенном делах Советского Союза Народном Китае Наш посол Николай Васильевич Рощин По целому ряду Таких Стратегических Соображений Не оставался В Нанкине А поехал В Буанчжоу Вместе с Правительством Гомендановским Чтобы Видимо Не вызывать Каких-либо Подозрений Или Кривотолков Но как только Стало известно О Разглашении Китайской народной Республики Весь состав Нашего Посольства Из Кваньчжоу Хотя Небольшая Там была часть Основной состав Оставался В Нанкине Все По главе С послом Уехали Из Буанчжоу И вскоре Николай Васильевич Рощин Уже С верительными Грамотами Президенту Мао-Дыдуну Председателю Правительству Мао-Дыдуну Перевыехал В Пекин И Вручил Эти Верительные Грамоты Мао-Дыдуну В А2Ц В Вайжингтан Тоже В центре Столицы На Пятый день После Прозложения Китайской Народной Республики Состоялся В Пекине Учредительный Съезд Общества Китайско-Заветской Дружбы Председателем Которого Был Илью Шао Ци Надо Сказать Что После Освобождения Пекина Войсками Народной Освободительной Армии И после Переезда ЦК Компартии Китая И китайского Руководства Из деревни Сибайпо На юге Провинции Хэбэй В Пекин В Бипин Тогда еще Назывался он Уже В город Стали съезжаться Из Всех Частей В Китае Уже Освобожденных Народной Освободительной Армии Из-за Границы Из Гонконга Из Макао Из Европы Из Америки Из страны Восточной Азии Стали съезжаться Представители Китайской Демократической Общественности И в течение всего 1949 года После Марта Месяца До Сентября Включительно Отличные Молодежные Женские Профсоюзные Военные Студенческие И прочие Организации Проводили В Бейпине Еще Свои Учительные Съезды Союз Писателей Союз Художников Артистов Все Жили Исключительно Такой Активной Жизнью Готовясь К Торжественному Мероприятию В лице Политической Консультативной Конференции Китая Которая Как раз Разработала Основное Положение Временной Конституции Стороны И Сформировала Центральная Народная Проекция Китая А состав Который Объявил Моу Цзэдун Своей Речи На Площади Цяньмэнь Ну Что еще Сказать Первым Общественным Таким Большим Мероприятием Международного Плана Было Конечно Создание Общества Китайско-советской Дружбы Первым Руководителем Которого Стала Джужа Ци А Следующий За ним Поскольку На нем Лежала Огромная Работа Всекретаря ЦК КПК Стала Вдова Китайского Рюляционера Сунья Цена Цунь Цинвин Вот Которая Руководила Этим Обществом И Нам Очень Приятно Что Мы Сегодня Видим В лице Уважаемого Господина Чинь Юня Подложателя Этой Работы По Руководству Общества Китайско-российской Дружбы И Желаем Всяческих Успехов Нашим Китайским Друзьям На этом Я бы Закончил Чтобы Не занимать Ваше время Старческими Воспоминаниями Спасибо 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 Спасибо